здравствуйте самые лучшие зрители как вы думаете где мы мы идем на блошинный рынок сделано в ссср поделим и все по 200 еще пират вот такие сильные чашечки превосходно так мне они нравятся здесь нет грима чашечки превосходно вот пиловую тему душистый горошек ну конечно как всегда много керамики много стекла хрусталя вот с этой стороны она вся побита поэтому по 200 рублей горошек вот к новому году смотрите отличный подсвечник новому году поставить опять с его шишечками Такие блюдечки ЛКЗ. И вообще красивее. Очень. Вот еще. Тоже красиво. Друзья, вот огромная целая секция. Это, как вы видите, все по 100 рублей. О, настоящее богатство. Что здесь только нет у нас. Друзья, вы не представляете, как я обрадовалась встретить эти чайные пары. В современной сервировке актуально использовать стекло. А я уже давно мечтала о сервировке в розовом. И мне представился случай осуществить мою розовую мечту. Посмотрите. Но здесь разные пары. Надо было выбрать между ними. Все-таки они отличаются друг от друга. Стоила чайная пара всего 100 рублей. Но это уже прекрасно. Ну и можно было что-то посмотреть. Еще и какую-то к ним. Какие-то, не знаю, чайницы, чайники, сахарницы. Я это обязательно посмотрю. Вообще здесь очень много стекла. Можно выбирать под любой вкус. Но так же, как и на кристалле, очень много всего. И я, пожалуй, приду сюда, когда буду выбирать фужеры хрустальные. Потому что, да, здесь много всего. Ну и тарелок очень много. Чайные пары по 100 рублей. И я их возьму. И как обычно, я это делаю. Я сразу демонстрирую вам сет, составленный из моих новых покупок. Ну, чаще всего у меня бывает, что я использую очень модный mix and match сервировка для посудов в смешении стилей. Но вот у меня на столе тоже царит всегда дружба. Дружба разных народов, элементов сервировок. Итак, два чайника приехали к нам из Японии. Это настоящая Япония. Но они в таком розоватом цвете. У меня вообще-то весь сет будет в таких розоватых тонах. Вот. А чайные пары, вы уже видели, я их покупала. Они приехали к нам из Франции. То есть вот Китай. Ой, Япония, Франция. И вот эта замечательная вазочка на ножке. Это уже из России. Она очень старенькая. Там даже пузыречки есть. Ну, в общем, и такая она небольшая. Потому что на самом деле эту сервировку я буду использовать у себя на даче. А у меня там, если вы помните, на патио совершенно небольшой столик белый. И много посуды и большие там тарелки мне не нужны. У меня очень маленький столик. И на заднем плане у меня кружка. Кружка тоже в розовых тонах. Я уж не помню. То ли это с пантерой, то ли с ягуаром. Ну, вот так вот. И, кстати, на заднем плане между кружкой и вазочкой, я не знаю, на ножке, у меня там кролик. Вы помните, что это символ 2023 года. Так что вот он там выглядывает. И еще, если вы заметили, у меня здесь стоит бокал, фужер из розового стекла. Да, у меня такие фужеры есть на даче, есть в Москве розовые. Так что, если я поеду на дачу, у меня там как раз будут розовые фужеры. То есть, вот это вот мой сет, так и называется, моя розовая мечта. Друзья мои, вы всегда очень внимательны. И я думаю, вы обратили внимание на то, что в прошлый раз на блошином рынке я искала и снимала очень много хорсталя. В этот раз я тоже в первую очередь направилась к нему. Но я искала среднюю по размерам вазочку, но определенной формы, которая в юности у нас стояла всегда на столе с цветами. Эта форма не только красива, не только мне дорога, как память, но она очень удобна. И в ней, кстати, лучше всего смотрятся цветы, особенно розы. Кстати, не знаю, обращали вы внимание или нет, но у нас в Москве стало меньше цветов. На улицах, ну как-то совсем почти нет киоски с цветами. У нас тоже исчезли. А в моей юности было столько цветочных магазинов. Так, а ваза красивая. Очень. Немножки. О, кстати. Салатники. В моей сирене. Ну, 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 ну. Ну, не буду брать, у меня мало места на столе. Так что обойдемся без салатов. И вот еще одна моя мечта сбылась. Я купила... Нет, я не купила. У меня теперь исполнилась моя хрустальная мечта. Вазочка из 80-х. С прекрасной огранкой, очень красивой. Посмотрите, как она сияет. Хрустальным звоном с идеальной формой для букетов роз. Ну, потому что роз много как-то не покупаешь, но мало тоже не хочется. Ну, в общем, эта форма идеальна. Хрустальная мечта. В сервировке мне особенно важен цвет. Не возраст фарфора, не цена. А именно цвет, как и любому художнику. И я, как вы знаете, люблю наряду с кобальтом, ну, и даже с пастельными тонами, яркий цвет осенней листвы, багряный. Поэтому не могу устоять перед покупкой фарфора в красно-оранжевых тонах. И когда-то я купила чайную пару. Польскую в таких тонах с изумительной отделкой золотом по краям и молочник. И всё это у меня было до какой-то поры. Я их использовала, но мне, конечно, не хватало чайника. Но купить, конечно, польский чайник такого цвета, такого сервиза, это было нереально. Но ничего нет нереального, когда дело касается блошиных рынков. Когда-то я радовалась чудесным находкам на блошином рынке ретро на заводе «Кристалл». Но вот в последнее время я нахожу свои сокровища на блошином рынке, сделанные в СССР. Но разве не чудо было найти этот чайник? Дорогие любительницы блошиных рынков, вот скажите честно, вы когда-нибудь встречали подобный фарфоровый чайник польский? Конечно, я встречаю горы немецкого фарфора, французского, английского поменьше. Но такого чайника я ещё не встречала никогда. Как и в «Крустальной вазе», в нём нет дефектов, повреждений. Он как новый. И стоили они всего 400 рублей. Это мои подарки к Новому году. И я уже мечтаю, как в холодные вечера буду пить душистый чай или ароматный кофе с яблочным пирогом. Друзья, у меня ещё очень много удивительнейших покупок, но это уже в следующем видео. Спасибо, что были со мной. А вам желаю исполнения самых заветных ваших желаний. До встречи, мои друзья. И мирного неба нам над головой. Субтитры подогнал «Симон»